Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июля. Вот сегодня я пришла, собрала все свои котомки, корзинки. Там во младке у меня массовый сбор томатов. Конечно, я до этого понемножку собирала, но как так, немножко выхватывала. Сегодня придется собрать все, потому что уже все время не терпит. Они уже многие в такой спелости, что уже поспели, вот дальше некуда. И вот сейчас, сидя среди этой теплицы, полностью, почти поспевшей, уже можно вести разговор на тему, а правда, дали ранние посевы, вот эти ранние посадки, все эти, вот то, что кто был со мной вот с самой зимы, с посевов, вы с весны видели, как это все, конечно, тяжело. И в теплице они у меня чуть не замерзли. У нас нынче весна была вообще ужасная, минус 8 было. И все эти ранние посевы, и было очень много комментариев. Почему-то люди, никогда вот когда что делаешь, я говорю людям, что я делаю так всегда, всегда получается, и ранний урожай, все прекрасно. Никто не верит, каких только комментариев я не наслушалась, там вплоть до того, что когда вот в тоннеле высаживала, тоже и дура, и ненормально, и мартышкин труд. Вот, ну я ничего уже не отвечаю, я уже привыкла, что какая-то доля зрителей есть, специально заходят, чтобы, наверное, дома не с кем поругаться, слить вот этот яд свой, все. Ну вот, и зимой, конечно, сложно доказывать голословно, да вы поверьте мне, вот я клянусь, правда, все это будет. Но вот сейчас, сидя вот в теплице, в которой уже красным красно, можно смело сказать, что да, и ранние посадки оправданы, ранние посевы, и все эти трудозатраты, они окупаются. И то, что я вот таскала туда-сюда эти лотки для того, чтобы они на солнце погрелись, чтобы были крепкими, здоровыми. Вот результат. Действительно, растения благодарят уже меня за то, что я с ними возилась, за то, что я их любила. Правильно, один мужчина заметил, что они вас благодарят, дарят благо, благо дарят. Это действительно благо. У нас в сибирском регионе вот эта вот витаминная продукция, мы ждем ее очень долго. И ведь только для этого и начинаем и рано сеять, и все эти себе хлопоты придумывать. Не просто же от нечего делать, а потому что, если сеять в обычные сроки, получим мы только в августе, не в июле, как сейчас, а в августе, а некоторые даже в сентябре. Вот у меня и в теплице поспело, и в открытом грунте остатки вот этих тепличных рассады тоже поспело. Как вы видите, все прекрасно. Растения здоровые, растения дают урожай, дружная отдача. Они прям такие дружные ребята, все хорошо. Я желаю всем не бояться экспериментировать. Вот некоторые, ой, зачем так рано, вот это лишняя головная боль. Так в этом смысл вот этого, что у всех вот в августе или в сентябре, а у меня вот в июле. Мы сейчас и будем кушать, я уже и даю родственникам, ну как на пробу. Ну, угощаем, потому что томатов у нас в Сибири еще, если честно, нет. Мало у кого есть томаты. И, ну, у меня, конечно, тут другие цели. Я еще рано сею для того, чтобы процесс заготовки семян был не в один срок, не в одном месяце, а чтобы было растянуто. Ну и еда, конечно, тоже, это не последнее дело. Кто не захочет полакомиться вот этими сейчас, особенно крупноплодными поспели, мясистыми, сахаристыми томатами в июле, в сибирском регионе, конечно, очень хорошо. Ну что, будем на будущий год пытаться повторить те же самые результаты с успехом. Кто хочет присоединиться, может быть, кто-то, кто был, как сказать, сомневающийся, может быть, на будущий год попробует тоже чуть пораньше получить урожай. Конечно, для этого нужно отеплиться, но я еще раз повторю, что в открытом грунте, который я высаживала под пленку, тоже уже поспели. У меня там и Ботяня, и Демидов, и Настенька, еще какие-то Петруша. Висят спелые плоды, но их буду показывать поздно, мне надо вот сейчас разделать.